Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Вы знаете, довольно интересная публикация попалась мне на глаза. Известный писатель Олег Рой заявил, что необходимо провести операцию в культуре. И вы знаете, это очень правильные слова. Я полностью присоединяюсь. И вот что пишут Олег Рой в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», ведущий Вячеслав Манучаров, согласился с Яной Поплавской, которая считает, что необходимо провести операцию в культуре. И вот что он говорит. У нас должна быть своя операция во многих направлениях. Книжном, продовольственном. У чиновников должна быть своя операция. Мы должны даже в душе, в душе каждой провести собственную операцию по отношению к себе. Писатель также отметил, что не собирается погибать страну в такой тяжелый момент. Огромное, во-первых, уважение истинно патриотически настроенным гражданам, писатель Олег Рой. И вы знаете, я хотел бы сказать, что действительно он абсолютно прав, как и Яна Поплавская. Ведь дело даже не в операции, которая проводится, да? Дело в операции каждым из нас. Ну, например, многие, когда я снимал про отдых в Турции, пишут, ну что такого? Ну, а что там? Ну, все же ездят. Вы понимаете, мы еще не до конца осмыслили, мне кажется, что происходит. И насколько изменилась, трансформировалась реальность вокруг нас. Для нас Турция это как всероссийская здравница. Понимаете? То, что это сторона НАТО, которая по пятому пункту, в случае, если будет что-то там угрожать им, будет обязана направить войска в нашу сторону, мы это не понимаем еще пока. Мы туда деньги везем, не понимая, что эти деньги могут пойти на финансирование против наших защитников. Понимаете? Мы этого не понимаем пока. Нам кажется, что ну что такого-то? Для многих это где-то далеко там что-то происходит, непонятно там. А кто новость не смотрит, до них вообще ничего не происходит. Так нас оградили от этого, да? Так вот, я считаю, что каждый в душе должен разобраться в вопросе морально-нравственных основ патриотизма, отношения к родине, отношения к институту семьи. Вы знаете, что у нас сейчас семьи распадаются очень много, и я считаю, что тому виной эти дебильные, одебиливающие всякие ток-шоу, которые показывали, эти реалити-шоу и так далее, всякие, которые показывали просто похабщину натурально, из года в год. Не формировалась, нет, программа, которая формирует основы института семьи. Я считаю, что необходимо немедленно ввести по первому каналу, по первому каналу именно, основы брака или основы семьи. И показывать в самое, не знаю, время, когда все смотрят. Пусть молодежь не смотрит, со временем будут смотреть. Нужно насытить сетку так, чтобы вообще начали смотреть телевизор снова. И потихоньку туда внедрять много чего. Ведущий, Цискоридзе или Борис Харчевников. Ну, лучше здесь, конечно, семейного человека, потому что не тот, не тот, не семейный. Но, значит, но в целом я имею ввиду, вот такого плана, такого плана. Значит, основы семьи, чтобы молодые люди смотрели. В Ютьюбе транслировать ее день и ночь, чтобы молодые люди смотрели. Потому что основа, основ семья, ячейка общества. И я считаю, что разваливание России, пятая колонна, началось именно с семьи. С того, что можно с одним, со вторым, с третьим, попробуй, поживите и так далее. Ничего нельзя. Хотя, как это было раньше. Значит, сейчас так же, сейчас все пробуют. Они пробуют. Они напробуются из-за того, что потом уже за третий десяток перевалит. Ни детей, ничего нет. Губы свисток. Здесь все искусственное. Вот они напробуются до этого времени. Никто за детей ответственность не хочет нести. 30 годам три развода. Дети растут, так сказать, без отца, без матери, непонятно как. И все это, все, пробуйте опять, пробуйте опять. Поэтому, конечно, каждому нужно. И то, что касается книжной, да, книги все, продовольствия. Значит, в сфере культуры и искусства это обязательно. Какие постановки делают у нас режиссеры. Какие фильмы мы смотрим. Что нам показывают. А у чиновников это вообще отдельная тема. Это Олегу Рове просто низкий поклон в ноги. Потому что, когда мы говорим о шоу-бизнесе, мы говорим о покровителях. Я считаю, что это именно туда восходит все. И именно там люди, которые не патриотически настроены. Они занимают высокие должности. Сидят, помалкивают. И вредят нашему государству. Но это титаническая работа. Это титанический труд. Но сказать об этом, называется, в начале было слово. Понимаете? То есть, без этого невозможно обозначить проблему. Друзья, интересно ваше мнение. Что думаете на все еще? С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии. В описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать проект Будда Гришна. Подписывайтесь на резервный запасной канал Будда Гришна. Новости на YouTube. Чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Телеграм-канал Будда Гришна. Новости там политика. Не только политика с моими комментариями. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи.